Ну что, люди добрые, уважаемые любители рок-музыки, мы проехали в Castle Rock за обновками. Я в тот раз, видите, купил The Beatles и купил вот эти очень красивые очки. Хочу посмотреть, мы вот там что-нибудь новое выбросили до главного рокера России-то. Пойдемте в Castle Rock. Ну что, за полгода ничего не изменилось. Картинки те же, где будут жить вечно. Вершенев, все на месте. Погнали в магазин за обновками. Погнали. Здравствуйте, сударыня. Не узнали меня? А я же знаменитый рокер московский, Волощук СД. И вот приехал к вам за обновками. А то пообносился весь, поэтому хочу что-нибудь новенькое. Особенно хочу шляпку новую. Видите, у меня The Beatles, это прекрасная шляпка, в тот раз у вас купил. Но хочу что-нибудь новенькое. Предложите что-нибудь, но только самое лучшее, потому что я же рок-звезда, мне плохое нельзя. Типа Оззи, только крупно. Или там AC-10, чтобы крупненько было. О-о-о, о-о-о, о-о-о. А ну давайте. Что, вы думаете, у меня голова особая? Ну, а не маленькая. Ну, вообще-то я очень умный. Может быть, может быть. О, а ну-ка, давайте. Ух ты, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Елена Ивановна, но я же вырос. Битлз, это, конечно, начало рок-н-ролла. Ну, Элвис еще раньше, но Битл чуть позже. А это уже хард-рок. О, как хорошо. Понял. Как вам, уважаемые любители рок-музыки? AC-10. Пополню свою коллекцию. У меня же есть гитара, Малкольма Янга, которая вырвана с звукоснимателя. Один там остался. Но звучит она то, что надо. Великолепно. Номерная. А ей дополним. Когда буду делать для вас клипы с этой гитарой, буду одевать эту шляпку. Вот так. А вы говорите. Берем, мадам. Вы подобрали великолепную шляпку для меня. Но это мало мне. Надо еще что-нибудь. И давайте. Five Finger Dead Punch. Это мне нравится. Они скоро приезжают. Хорошие американцы. Ну как? Уважаемый любитель рок-музыки. Как вам? Five Finger Dead Punch. Мне нравится. Беру. Вторая группа всех времен и народов. Let's Zeppelin. Но как без нее? Это никак. Let's Zeppelin. Это моя любимая. Мадам, берем. Три штуки. Выписывайте. Уважаемый любитель рок-музыки. У нас в моде сейчас сатанизм. Вы знаете, да. Heavy Metal Pop. Саре по шансончике обожают. Сатанизм. Скелеты. А вот видите, фигурка. Символизирующая сатанизм. Прикольная. С рожками. Со звездой. Волгу звезда горит. А вчера на концерте дельфина, он тоже был мрачен. И пел такие подростковые песни, которые мрачные такие, что мир скоро кончится. Взрослый дядька 49 лет, а мир скоро кончится для него. И в конце показали там какой-то скелетик, который радовался жизни. То есть весь концерт он ныл на сцене, а потом радовался скелет жизни. Но мы ж божьи люди. Мы сатанинские символы покупать не будем. Мы будем покупать очки и шляпки. Пошли. Ну что, экспозиция оригинальных артефактов в кастл-роке растет. Отпечатки, гляньте, известных музыкантов всяких. Он, гляньте, самый известный. Сид, спиринг из тараканов. Отпечатки его тут лежат, как на аллее слалок. Ну, бегемот. Отменили концерт. Должен был быть концерт в Москве бегемот. Она даже билеты взял. К сожалению, отменили из-за коронавируса. Фанерал. Я тут половину не знаю народу, но тем не менее. Посмотрите, может вы знаете. Юрахи, блянь, Кенхансли, я оставил отпечаток. Ну, вот этих ребят мне более знакомых. Дирк Шнайдер. Были на концерте в Глокуде. Егор Летов, Царцем и Небесным. С ним не знаком ни с его творчеством тоже. Холстенин из Ариида. Любинин. Беркут. Помните? Рокгруппа Автограф. Беркут. Ну и Варий Пил тоже. Крема Таварий Гриллиан. Агата Криси. Билли Бэнд. Билли Бэйс Бэнд. Билли Бэнд. Тоже. Молодцы. Ну что, интересно. Наив. Александр Иванов. Магазин развивается. Самое главное, шляпки меня завезли. Спасибо вам. Пойду, наверное, с обновкой уже. Дирана, какую выбрать обновочку? Какую лучше одеться? По очередности? Ладзеппелин взять? После Битл уже потом Ладзеппелин весь мир захватили, а? Наверное, так. Потом уже оседись, а потом уже Five Finger Dead Punch. Поэтому мы будем соблюдать историческую преемственность. После Битлз я одену Ладзеппелин. О, зашел в Битлах, выйду в Ладзеппелин. Моя любимая песня. Black Dog. Господи, Омел Ивановна, ну что, прибарахлились. И теперь в свою деревню, в родную, я поеду в новой шляпке. Ладзеппелин. Ну а что делать? Раз в столицу проехали все вернули, в деревню надо что-то провести. Правильно? Я же не ошибаюсь. Вот молодой человек не даст соврать. Идана, покажите. Ну не даст. Она мне говорит, ты че твой, зачем она тебе? Говорит, а ты что, я же буду теперь первый парень на деревне. Елена Ивановна, ну Ладзеппелин, ты че? Ну не понимаешь, черника. Спасибо. Спасибо, поддержали. Пойдемте, Елена Ивановна. А то нас в деревне ждут, не дождутся. Поют. Шляпки взял, обновки взял. Теперь выгляжу великолепно. Современно очень. Ладзеппелин уже современнее, чем Битлз. Поэтому пойдем за очочками теперь. Тут у них два магазина. Там вот шляпки, а тут очочки. Пошли. Мы приехали из деревни, хотим обновить очочки. Хочу себе какие-нибудь современные, аккуратные такие. Вот прямо такие. Вот дословно. Хорошие. Уроню их, потом не будет очков. Елена, мне же нельзя. У меня образ разрушать нельзя. И достаньте вот эти вот блестящие. Хорошие? Елена Ивановна, а это блестяще. Уважаемые любители рок-музыки. Это праздничные будут. Знаете, на праздничные концерты. Я их буду одевать. Вот, видите. Никелированные. Как вам? Похож я на рок-звезду или нет? Молодец. Я похож на рок-звезду? Или не очень? Очень. Может еще что-нибудь прикупить? Похож? Похож? Похож, говорит. А ну там вместе. Вот так. Рог-н-ролл форево. Ну что вы, на обалденные очки, а? Люди, ну вы меня всегда радуете. Вот каждый раз приезжаю к вам из своей деревеньки. И радуюсь. Всегда чем-нибудь порадуюсь. Всегда что-нибудь продадите мне хорошее. Молодцы. Это же запас, поймите. У нас же в деревне жизнь напряженная. Все время всякие трения, прения, там, митинги всякие. Их в этом уже не дай бог. Поэтому запасной. Потому что образ разрушать нельзя. Вот человек не дал соврать. Он, видите, стильный какой. Вот скажите, образ можно разрушать или нет? Конечно нет. Ну я знал, что здесь понимающие люди. Ну не ошибся прям. От магазин красный, а, Елена Ивановна? Как без масочки? Ну что вы? Какой рокер без масочки? Мы отсталые. Мы из деревни только карты. Вот на маленьких мальчиков, таких как я, есть вот такой плащик? Чтобы он сошелся на мне. Мне нужно такой, чтобы длинный был такой, знаете, как из НКВД, чтобы я был. Мне только самый лучший. Мне нельзя плохого. Понимаешь, меня в деревне засмеют, молодой человек. Ну, хоть какой спрашивается. Сколько лучший? И самый длинный, чтобы он был. Не, они все в пол. Вот, о, в пол. Я люблю в пол. Когда выходит, килл мистер, ну, раньше выходить. О, в пол прям. Вылично, какой больше нравится. О, хороший, хороший. Это самый простой вариант. Вот такой. Ух ты. Давайте всем я рву. Какие есть самые длинные, большие. Оденут. Понимаете, как в том фильме. Ирония судьбы подобрали, обогрели. Обогрели. Похож я на человека. Или не очень. Как вы думаете, в деревне меня узнают? Или нет? Конечно, конечно. В деревне, как вы думаете, будут? Сказать. А-а-а. Люди понимают. Качаться надо. Чтобы в плащике ходить. Важная моя, любитель. Я без плащи сюда не уеду. Вот не уеду принципиально. Потому что там в деревне ждут. Говорят, ты должен что-то привезти такое, чтобы мы тут ахнули. Ну, а-а-а-а. Люди улыбаются. А раз у людей это улыбку вызывает, то значит, надо брать. Ну, красавица вызывает улыбку. Говорите. Что я ничего не понимаю в моде. О-о-о, ну-ка, что-то мне нравится. А-ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты. О-о. Вот оно. Вот это оно. Ну, угадали. Ну, угадали. А-а-а, так все. А-а-а, так все. Меня посмотрят на меня. А еще не знаю, что я приеду. Ну, блин, она не нравится. Обалдите. Все, я ее уберу. Какие пьяные. Ну, скажите, не пьяный? Вообще. О-о-о. О-о-о. Ну, все, ну, все, она на народ разбирается, который классный. Давай, берем ее. Елена, ну, вот удачно заехали. Ну, и люди приятные. Подобрали все. Разбираются в тонкостях рок-музыки. Да? Я вам младшего брата своего показывал, а говорил, что старший подъедет. Вот он, он здесь, а когда-то прячется в Кастл-Роке. И, ладно, похож, такой же улыбчивый. Ну, старший, но похож, как близнец. Такой же веселый. Ну, что, люди добрые. Благодарю вас. Ну, так порадовались. Со спокойной душой еду в свою деревню радовать народ. Вот. И я скоро к вам вернусь, буду отпечатки там оставлять. Пошли ездить. Давай. Ну, а какая, это обязательно. Уважаемый любитель рок-музыки, обновь набрали. Всего набрали. Всего набрали. Все просмотрели. Едем в Москву радовать народ. Спасибо, друг, что не дал пройти мимо. Вот за это тебе огромное спасибо. Это моя задача. Ты стоишь на месте, понимаешь, что и функции выполняешь свои четко. Молодец, хорошо работаешь. Елена Ивановна, тут прекрасные люди относятся к работе добросовестно. Вот таких нам надо людей набирать в рок-группу Волочу КСД. Только таки. Доброе утро. Давайте, держитесь тут. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волочу.